Это не все так просто. Не так, что вышли со второй в первую, с первую в премьер-лигу, там дошли до Лиги Европы. Это все кропотливая работа каждого сотрудника, наверное, команды. Начиная от Шамиля Камилыча, который, можно сказать, гений этого дела. Тишкин пошел вперед, и удар поворотом, и третий гол, друзья мои, что творится? Третий гол, третий гол, Голубов забивает, третий хет-трик Уфа ведет в матче с Томском. Я помню, я же полетел с командой и был на трибунах, вот и уже первые 20 минут, и уже 0-2. Очень тяжело игра складывалась, 0-2, и им остается еще два забить за 70 минут. Ну, это вполне реально. И, конечно же, вот в тот день были переживания. У меня был очень тяжелый период, когда я сломал ногу, выбыл очень надолго, на 8-9 месяцев я выбыл. И мне очень помогло отношение ко мне болельщиков клуба. Я столько поддержки, наверное, мало когда испытывал. Пять лет без травм, когда-то, наверное, должно было произойти, никто не застрахован. Так что все нормально, тем более у меня столько людей поддерживает, оказывается, я даже не ожидал. Писали очень много, прислали открытки, прислали письма, картинки всякие, рисунки дети прислали. Ну, мне было очень приятно, и, конечно, это сильно воодушевляет. Болельщикам могу сказать огромное спасибо. Хочу сказать огромное спасибо еще раз за все эти годы, за ту поддержку, которую мы на себе ощущали, я лично ощущал. Спасибо. Азамат, тебя, наверное, по телевизору видели. Нужно радоваться тому, что было. То есть было много еще хорошего. Много чего хорошего, я этим горжусь. Я горжусь то, что я провел здесь замечательные 10 лет. Просто замечательные. Я пришел сюда в 21 год, но это совсем юноша. Я здесь сделал сутруге предложение. У меня в Уфе родилась дочка, родился сын. Я здесь возрастел, я здесь добился каких-то футбольных успехов. И я думаю, это большие успехи, если смотреть на то, что я с командой со дня ее основания. Это не выиграть Олимпийские игры и чемпионаты мира. Но в данной ситуации это даже круче.